И говорят, что сон это вот не только здоровье, но кое-что еще. А мы сейчас подробнее узнаем и расспросим обо всем. Роксану Бондаренко, диетолог у нас в эфире. Здравствуйте. Доброе утро. Вот вопрос сейчас прямо шокирующий. Можно ли похудеть во сне? Нужно, можно и возможно. Вот это интересно. Наконец-то можно спать и худеть. Ничего не делаешь, а оно само. Прекрасно. Как же это сделать? На самом деле иммунный сон, который проходит с 11 до 2 часов ночи, который мы стараемся соблюдать, это наш клад. То есть если мы в это время спим, мы находим для себя здоровье, красоту, долголетие, иммунитет. То есть как раз таки этот сон, он нас восстанавливает. И люди, которые, вот я слушала ваш сегодняшний эфир, которые в силу обстоятельств не могут уснуть. Или они работают в это время, да, то есть не могут просто физиологически себе позволить это сделать, то у них, к сожалению, вызываются дисфункции с возрастом, со временем. Конечно, они сразу вызывают дисфункцию гормонального фона. И в дальнейшем, знаете, гетонка там рвется. То есть у таких людей потом в дальнейшем возникают проблемы. И, к сожалению, к нам приходит очень много людей, которые говорят, я привыкла, я не могу, мне 50 лет, я не могу уснуть. Вот в это время я привыкла спать, там в 2 часа ночи ложиться спать, да. Мы с такими людьми начинаем работать, что налаживаем режим сна, режим дня. Люди, которые хотят похудеть, да, сейчас очень часто, это очень здорово, они идут за спортом и здоровым питанием. Но иногда они забывают про сон, они занимаются вечерами до 12 часов ночи, и не понимают, почему они все-таки не стройнеют, почему не работает эта программа, да. Потому что они не восстанавливаются. То есть они не дают организму момента восстановления. Как сова, спрошу сейчас, вот меня очень сильно волнует. Вот вечером я, например, если заняться спортом, то для меня это вечер. Но после того, как ты сходил в спортзал, невероятно хочется есть. Ну вот правда, просто хочешь съесть слона. Но вот как быть в этом плане перед сном? Можно ли допускать физические нагрузки или можно ли какие-то перекусы? Хороший вопрос, тоже сталкиваюсь с этим вопросом на приемах. На самом деле есть режим дня, то есть у нас есть завтраки обязательные, обеды и ужины, перекусы. То есть вы должны поужинать плотно до приема, до занятия спортом. Это может быть в 5 часов, если у вас в 7, ну, 2 часа до, чтобы вам было нормально, легко заниматься. И после тренировки, меня, наверное, сейчас немного тренера побьют, нельзя, нельзя кушать, потому что если вы будете после тренировки прием пищи совершать, идет выработка гормона инсулина, который блокирует гормон роста, самототропный гормон, за счет которого мы здоровее, красивее. То есть мы после адреналина инсулином так хорошо себя наполнили, и самототропный гормон, он просто некуда деться, он говорит, ну, окей, я приду завтра. Ну, а завтра то же самое. А если человек не тренируется, вот за сколько часов до сна не нужно уже есть? 4 часа до сна, вообще минимум 2 часа до сна, а лучше 4. И вот здесь... То есть если в 10 вы ложитесь спать, в 6 поел, и все. Да, да. Ну, знаете, вот у вас такой вот хороший вопрос, когда ты ложишься спать в 10, а люди у меня говорят, я ложусь в 2 часа ночи спать, значит, я могу есть до 9. Мы все биологически зависимые существа. Есть цитроградные ритмы, то есть есть физиологии, которые мы должны подчиняться, есть законы определенной природы. И, к сожалению, вот то, что я говорила в начале эфира, в 23.00 вырабатывается, начинается мототропный гормон, гормон восстанавливающий нас, гормон роста, который нас ремонтирует как раз-таки во сне. И если мы совершаем прием пищи, независимо от того, во сколько мы ложимся спать поздно, то этот гормон блокируется, мы не спим, мелатонин не вырабатывается, гормон, да. Сиротонин также, то есть у нас начинается депрессия, я устаю, я не высыпаюсь, я разбитая, да. То есть утром я не могу встать. Почему? То есть у нас нарушенный гормональный фон. То есть тем самым, если мы нормализуем режим питания, нормализуем режим сна, то есть будем учить себя спать. С детства, конечно же, это круто, когда мы своих детей к этому готовим и там ругаем их, если они не спят ночью. Опять же, есть люди, которые, например, сутками работают, да, с ними тяжелее, потому что они начинают утекать, сдержка жидкости, у них начинают гормональные... У меня вот, смотрите, вопрос такой, у меня постоянно ребенок просит горячее молоко перед сном попить. Ну вот диетологи говорят, что это вредно. Вот есть какие-то вот прям напитки, в детстве мы пили кефир, сейчас вот это молоко, хоть что-то чай. Ну, знаете, с возрастом, с возрастом лактоза, молочный сахар, на самом деле, он в принципе не переваривается, но у молодых, у детей он переваривается вполне прекрасно. Молоко это кальций, поэтому теплое молоко, опять же, знаете, такая лакмусовая бумажка есть. Если утром, то есть если вечером человек попил теплое молоко, желательно не кипяченое, а вот немножко довести до кипения, можно добавить в него ложку меда, то есть если вам нравится сладкий вкус. То есть это за 2 часа до сна, то есть не прямо перед сном, где-то примерно часов в 9, да, мы выпиваем стакан молока теплого, и если утром есть налет на языке, или есть слизь возле глаз, значит, мы выпили очень много молока, и нужно, некоторым даже буквально хватает рюмочки молока, то есть нужно смотреть, сколько вам необходимо. Ну, в общем, за 2 часа до сна лучше вообще ничего не употреблять. Рюмочку молока. Роксана Бондаренко, диетолог, была у нас в гостях, спасибо вам огромное. Кстати, вы кто? Жаворонок? Сова? Жаворонок. Жаворонок, наш человек. Спасибо вам огромное, мы идем дальше, друзья. Впереди блок полезной информации, скоро вернемся и продолжим.